Песня Не целуй ее в уста, а прикоснись к ней только сердцем. Это ключевая фраза отношений. Мы всегда хотим эксплуатировать счастье. Вот мы увидели что-то хорошее, давай мне. Ну хорошо, Бог тебе уже дал. Ты можешь это взять? Нет. И ты берешь, берешь близкого человека, видишь, что ты ничего взять не можешь. Потому что это не принцип вообще любви. Любовь начинается тогда, когда мы не берем, а даем. Правильно. Ну то есть надо заставить себя не брать, а давать. Не целуй ее в уста, а прикоснись только сердцем. Потому что когда ты даешь, ты тогда уже сердцем прикасаешься. А это аскеза. Прикасаться сердцем к человеку, а не желанием наслаждаться им. Это аскеза. Но эта аскеза дает радость жизни. Дает настоящее отношение. Конечно, сначала мы не можем сдержаться. Мы там целуемся, влюбляемся. Не можем сдержаться. Но потом надо отойти от этой привычки. Всегда что-то ждать, хотеть счастья от близкого человека. Надо уйти от этой привычки. И начать чистое учиться видеть в нем. Это и есть служение. Некоторые люди спрашивают, как служить близкому человеку? Учись видеть чистое в нем. А это очень трудно. Потому что грязное видеться в десять раз сильнее. Многие люди считают, да нет у меня близкого человека ничего чистого. Я уж точно знаю. Поднимите руку, кто так считает. Я вас сейчас разобью ваше мнение. Пять секунд. Как зовут вашего человека? Близкого человека как зовут? Принципиальный, верный человек. Очень ответственный. Каждой дочери бы такого отца. У каждого человека есть в жизни трудности и ошибки. Не надо ставить во главу угла события, которые происходят. Ломают иногда события людей. Но это не главное в человеке. И если вы это поймете, вы ему поможете, себе поможете. Вспомните, каким он был до событий. Это настоящее. А то, что сломал человека, это неправильно. Это не то, что настоящее. Знаете, что когда человек оценивает человека в соответствии с сломанной ситуацией его жизни, он получит, этот человек, который так оценит себе в судьбе такую же ситуацию. Он так же сломается и увидит, как его будут так же оценивать потом. Вы хотите себе такую судьбу? Если нет, тогда вспомните человека до события. Пытайтесь в него верить, его любить таким. И вы поймете истину. Истина заключается в том, что человек изнутри чист. И каждому человеку удается тот человек, который для него чист. Вот мы можем в своем близком увидеть то, что принесет нам много счастья. Но это очень тяжело сделать. Потому что через него же действует еще моя судьба, а она меня мучает. Это моя судьба обмучает меня. Это моя судьба жестокая, потому что я была жестокой в прошлой жизни. Это моя судьба несправедливая, строгая, чрезмерная. Это моя судьба такая, не человек. Человек просто выполняет ее волю. А человек меня любит, он очень ответственно ко мне относится, любит. Но не может сдержать себя, потому что я сопротивляюсь ему. Я хочу, чтобы он по-другому себя вел. Если я не прав, то тогда почему я все это говорю так, как есть? Человек не может все знать. Бог вам может что-то сказать через меня. Вы должны это принять. Также хочу вам сказать о том, что есть определенная несправедливость в вашей жизни. Но она не сейчас произойдет, а потом. И если вы сейчас все будете принимать от судьбы, она никогда не произойдет. Вы слышали меня? Бог сейчас готовит вас к тому, чтобы вы перенесли трудности вашей судьбы. Категоричность к людям указывает на безнадегу в отношениях к судьбе. Все, что вы в людях как бы оценили неправильно, получите назад. Не будьте категоричны. Ведь именно за это вы и обвиняете вашего отца. Таким образом, видите, все люди всегда видят в близких только себя. Но это сложно понять. Мы видим только себя в близких. И себя неправильного видим, неправильного. Потому что мы тоже чистые изнутри. Тоже чистые. Поэтому нужно побеждать судьбу. Но просто так не увидишь близкого человека хорошим. Для этого нужно правильно ему служить. Правильное служение человеку вскрывает в нем чистоту. Вытаскивает наружу его чистоту. Вопреки моей судьбе. Правильное служение. Для этого надо изучать. Как правильно служить мужу, мужчине. Это великая аскеза для женщины. Правильно служить мужчине. Великая аскеза. Почему? Потому что она обидит все в нем, в его характере. Все, что у него есть, все в ней как на ладони. И при этом улыбаться, быть смиренной. Да, мой хороший. Когда видишь, что он неправ. Это же очень сложно. А надо. Потому что если ты так делаешь, он становится лучше. Так же у мужчины, великая аскеза, мужчине терпеть эмоции женщины и ее характер. Потому что он как вулкан, он огромной силой. Женщина в себе не замечает. Она думает, а я нормально сказала ему. А из нее вышел вулкан. И он в это время. Может делать виду, что не понимает. Но это огромная сила. У женщины просто, у нее вулкан. Женщина может давать огромную любовь. И люди с ума сходят от любви к женщине. Или потом, наоборот, сгорают от ее вот этой силы, которую она через эмоции выбрасывает на мужа. Женщина должна знать об этом. И мужчина терпит тоже. Он должен терпеть на самом деле. Он должен спокойно учиться относиться к этому вулкану. Он должен стать несгораемым. Она его жжет, а он должен спокойно. Да, моя дорогая, да, моя дорогая. Один человек меня спросил. Олег Геннадьевич, а почему вот мой муж так не делает? Да, моя дорогая, так не говорит. Как вы своей жене. Я в это время подумал, господи, если бы ты знала, как это тяжело. Тогда бы ты меня не спрашивала об этом. А женщина огромная сила внутри. С ней справиться очень сложно. Если кто-то справляется, это не то, что надо этим бравировать как-то. Потому что это очень сложно. Если человек победил в войне, это не значит, что он в следующий раз победит. Так и мужчине тоже с эмоциями женщины в этот раз справился, в следующий раз не факт. Поэтому надо пожелать удачи мужчинам в этом вопросе. Ну, то есть, видите, мы вот такие. Муж соткан из несправедливости, потому что мужчины все грубые, не понимают вообще характера женщин. Грубияны, вообще отвратительные грубияны. Вот, мужчины. Женщины очень эмоциональные. Это тоже их проявление грубости, их эмоции. Излишние женщины. В общем, мы все одинаковые. То есть, если так разобраться, мы все тут одинаковые. Никто ни лучше, ни хуже. Просто есть мужчины, есть женщины.